Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 23 марта, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых. Дионисия, Виктора, Леонида, Галины, Феодоры, Димитрия, Анастасии. Мир и благословение Божие, да пребывают с вами, дорогие именинники, светлой вам радости ангельского дня и помощи Божией во всех ваших добрых делах и благих начинаниях. Сегодня мы совершаем память преподобной Анастасии. Жила святая в царствовании императора Юстиниана в VI веке. Рано лишившись мужа, она пользовалась общим уважением всех знавших ее. Сам император оказывал ей благоволение, часто беседовал с ней. Это не понравилось жене Юстиниана Феодоре, женщине ревнивой и подозрительной. И Феодора возненавидела Анастасию. Тогда последняя оставила Константинополь, удалилась в Александрию. Она основала близ Александрии монастырь и долгое время жила в нем, проводя время в чтении священных книг, пении псалмов и рукоделии. Затем, возжилав более трудных подвигов, она отправилась в скид к подбижнику Даниилу и просила указать ей место для более суровой жизни. Старец велел ей облечься в мужскую иноческую одежду и под именем Анастаса затворил ее в одной пещере, запретив выходить и кого-либо принимать к себе. Раз в неделю один из братьев приносил преподобный хлеб и воду, ставил эту пищу перед пещерой и безмолвно удалялся. В таком затворе преподобная Анастасия безвыходно прожила 17 лет. Когда же приблизилась ее кончина, Анастасия написала на черепке старцу Даниилу «Честны, отче, возьми с собой ученика, приносившего мне хлеб и воду, и приходи похоронить твое чадо». Черепок был положен перед пещерой, инок увидел его и отнес к Даниилу. Настоятель скита поспешил с иноком в пещеру, и нашел преподобную Анастасию, умирающей. Он подвел к ней инока, сказав «Благослови ученика моего». Преподобная благословила его, сказав «Господь Бог, да упокоит дух отца на сыне, как почил дух Ильи на Елисеи». Настоятель приобщил ее святых тайн, и она со словами «Господи, врут с Твоей, предаю дух мой, отошла в мир иной». Из приведенного жития мы видим, дорогие мои, как духовные люди относились к благословению праведников. В современной церкви мы часто встречаем такую ситуацию, когда прихожане, обращаясь к священнику, просят благословения. Благословения на то, на это, на поездку, на пост, на приобретение машины и, наверное, можно выделить несколько уровней благословения. В зависимости от того, какие у человека складываются отношения со священником, какая степень духовной близости? Ну, во-первых, самая простоя или простая форма взаимоотношений, когда человек встречается со священным лицом, священником, то складывает ручки благоговейно крестиком перед батюшком «благословите». Священник, осеняя христианина крестом, ну, с разными словами, с разным благим словом, или «во имя Отца и Сына и Святого Духа», или «Бог благословит», или «храни тебя, Христос», преподает божественную благодать. Причем вот такое малое священодействие, а человек уже Богом, ну, в некотором смысле, облагодатствован. Потому что то перстосложение, которым священник благословляет народ или христианина, оно имеет особый смысл. Священник всегда благословляет во имя Господа Иисуса Христа. Поэтому, если посмотреть, как складываются персты, то есть это не сложение старообрядческое, как порой кажется, когда два пальца стаются прямыми, а остальные соединяются по символу Святой Троицы, у священника не так. И у Христа, благословляющего вас, иконы персты складываются особым образом. Если взять начальные буквы имени Иисуса Христа, то мы видим, что указательный палец-то И, С, Х, С. Иисус Христос, то есть священник, всегда благословляет не своим именем, не во имя свое, не своей какой-то мудростью, а всегда во имя Иисуса Христа. «Именем моим, — говорит Господь, — бесы и жденут. Или, раньше вы не просили от Отца во имя мое, а сейчас просите, и все, что попросите во имя мое, я дам вам». Именем Христовым преподается священническое благословение. Именем Христовым всякий человек при внутренней молитве стерживает благодать Божию. Вот первый уровень благословения — это такое повседневное. Можно даже сказать, это некоторое правило современного церковного этикета, когда при прощании, при встрече христианин в знак почитания священного сана, священника, берет у него благословение. Второй уровень. И здесь уже возникает некоторая духовная взаимосвязь между человеком и пастырем, когда христианин благословляется на какое-либо дело. Здесь очень важна и трезвость человека, и некоторая духовная опытность. Например, задумал христианин какое-то предприятие, все это взвесил, проанализировал, принял решение, и для того, чтобы закрепить это решение божественной благодатью, он приходит к своему батюшке и благословляется. Ну, как бы лишний раз еще советуется, и священник преподает своему чаду такое божественное благословение, божественную энергию, как Бог в помощь. Ну, и, наконец, наверное, самый высокий уровень, это, конечно, когда человек, доверяя своему духовнику, с которым, ну, достаточное количество лет связано и духовное общение, и церковная жизнь, он приходит, ну, как бы уже за советом и за послушанием. Духовно опытный пастырь, зная семейную ситуацию или житийскую ситуацию, он преподает христианину некоторый духовный совет, как, ну, своего рода божественное благословение. Три степени благословений, ну, и три степени взаимоотношений между человеком и пастырем. Первая ступенечка – это взаимоотношения просто прихожане и просто священнослужителям, которая, может быть, даже и не обусловлена каким-то личным отношением. Священник может даже и не знать человека, ну, для помощи Божьей, для преподавания благодатной энергии священник молитвенно желает человеку содействия Божьего. Второй уровень, можно сказать, христианина и священника, который, ну, так или иначе, уже посвящен в его церковную жизнь, то есть батюшке-исповедника, батюшка, который исповедует. Здесь уже возникает определенное взаимоотношение, доверие, и благословение священника приобретает некоторое даже участие в жизни человека неформально, а с каким-то сердечным сочувствием, с рассуждением, с советом. Ну, и третья ступень это духовничество, когда с течением лет возникает духовная связь между чадом и пастырем, и в этом случае благословение может быть воспринято как даже некоторое послушание, когда человек настолько доверяет священнику, что принимает его совет, его пастырское благословение как волю Божью. В любом случае благословение пастыря — это всегда некоторое ограждение человека от искушений, от самоволия, от бесовских наваждений, ибо послушание, доверие церкви, которое выражается именно в принятии благословения от священства, защищает человека. Это некоторая ограда, в которой сохраняется человек от повреждения, от ошибок. дай Бог всем нам дорожить своим пребыванием в церкви, дай Бог обрести и духовника, духовного наставника, который бы молился о нас, который бы был ходатаем перед Богом о наших нуждах, который был бы духовно опытным кормчим, управляющим корабль ко спасению. Помогай нам всем, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok